Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очередной раз благодарен за возможность выступить. Представляю вашему вниманию клинический случай. Ни одно из используемых лечений не излечивает. Обычно смерть в результате интоксикации. Больной прогрессивно слабеет. Эмболии в головной мозг или сердце изредка могут явиться причиной смерти. Выздоровление совсем неизвестно. 100% летальность больных в 20 веке. Так высказывался Томас Льюис о заболевании, о котором пойдет сегодня речь. Женщина 72 лет. Амбулаторно проходила обследование, онкопоиск. Из-за объемных образований печени обнаружены были по УЗИ органов брюшной полости. В анализе 15 лет назад она перенесла инсульты шимические. Восстановилась благополучно. Сохранялась некоторая асимметрия лица слева. Ее начали беспокоить 7 дней назад слабость правой руки. 4 дня назад стала беспокоить слабость правой ноги. К сожалению, сразу за медицинской помощью она не обращалась. Ей стало трудно ходить. И лишь только потом она вызвала скорую помощь 8 июля. Была госпитализирована в ПСО, в РСЦ-2. По НИХСу у нее инсульт составлял 12 баллов, но 7 баллов из которых уже у нее были преморбидно. Таким образом, инсульт у нее средней тяжести, ближе даже к легкой. При поступлении гемодинамика у нее была стабильная, давление пульс в пределах нормы, сатурация немного подснижена, 94%. Амбулаторно на протяжении нескольких недель она периодически отмечала повышение температуры тела. Но при поступлении температура тела была нормальной. На данном слайде представлен ее ЭКГ. На этапе скорой медицинской помощи не исключаются рубцовые изменения по нижней стенке. 3АВФ, зубец Q, комплекс QS в третьем стандартном. Ритм синусовый. Имеется небольшое снижение диффузное течение процесса реполяризации. При поступлении в левитеменной доли по МСКТ головного мозга определялся гиподенсный очаг. Таким образом, у нее имеется очаг ишемии в бассейне левой среднемозговой артерии. По рентгенографии органогрудной клетки без патологических изменений. При поступлении в общем анализе крови обращает на себя внимание ликоцитоз с палочкоядерным сдвигом нитрофилов. Имеется снижение гематокрита. Она поступила, получается, утром в 10 часов. Жалоб активно никаких боли не предъявляла, кроме нарушений паратичных. Но затем в палате интенсивной терапии у нее ночью возникает приступ одышки, удушья. Болей в области сердца при этом не было. И у нее развивается клиника отека легких. Падает сатурация до 80%. На кислороде она поднялась до 92%. Соответственно, был вызван реаниматолог. Пациентку перевели в отделение реанимации, где были вынуждены перевести ее на поддерживающую искусственную вентиляцию легких. Тропониновый тест, сделанный тут же, качественный тропонин Т, оказался положительным. Это ЭКГ в момент ухудшения, еще в отделении, когда ее беспокоили жалобы на одышку. По ЭКГ без значимой динамики отмечаются частые предсердные экстрасистолии на фоне синусового ритма и альтернации комплексов КРС. Небольшая девиация сегмента СТ имеется в третьем стандартном ВВФ, но без рецепрогных каких-то изменений и по грудным отведениям также без ишемических изменений. Получается, спустя 4 часа после перевода пациентки в отделение реанимации ей проводится ультразвуковое исследование сердца. По ультразвуковому исследованию сердца у нее обнаружено расширение левого предсердия и выраженная митральная недостаточность за счет наличия вегетации на митральном клапане длиной до 2,5 см, которая пролоббирует из полости в левый предсердие, в левый желудочек и т.д. Регургитация эксцентрический характер носила, т.е. имеется серьезное клапанное поражение. Также обращают на себя внимание наличие большого перикардиального выпыта. По разным методикам объем был подсчитан около 450 до 700 мл. С косвенными признаками предтампонады сердца. Как таковых явных признаков тампонады на момент осмотра, на тот момент у нее не было, но риск тампонады был очень высокий, поскольку уже имелся частичный коллапс правых отделов сердца. Таким образом, мы с вами имеем уже эхокардиографические и отчасти некоторые клинические данные за инфекционный эндокардит, госпитальная летальность которого составляет 22,5%. Следует отметить, что размер вегетации более 10 мм является независимым фактором риска церебральной эмболии. И у таких пациентов, как правило, необходима ранняя операция по замене метрального клапана с целью предотвращения риска церебральной эмболии. В эти сутки был контроль анализов. По общему анализу крови отмечается нарастание лейкоцитоза со сдвигом. И по общему анализу мочи отмечаются признаки нефрита, гламиролунефрита, такие как наличие белка в моче, наличие эритроцитов в моче, наличие зернистых цилиндров в моче. Также обращает на себя внимание наличие бактерий. По биохимическому анализу крови также у нас имеются признаки почечного повреждения, повышения уровня креатинина, мочевины и повышения церри активного белка. Довольно-таки значимое, которое может говорить об активном воспалительном инфекционном процессе. У пациентки был сделан тест на прокальцитонин, концентрация которого была в пределах от 2 до 10 нанограмм на миллилитр, что с большим процентом вероятности может говорить о наличии у пациентки сепсиса и септического состояния. Таким образом, мы имеем один большой критерий ДЮКа и три малых критерия, таких как наличие артериальной эмболии по типу острого нарушения мозгового кровообращения, наличие нефрита, гламиролунефрита признаков и наличие микробиологических данных, таких как повышение… Точнее, сразу забыл добавить, что в момент, когда был заподознен инфекционный эндокардит по УЗИ, ей тут же до назначения антибактериальной терапии был забран трехкратно бакпассив крови на чувствительность и на пассив, получается. И там были выси… В первом анализе были получены бациллы, но без видовой дифференцировки. Соответственно, у нас с вами имеется один большой критерий и три малых критерия, что нам позволяет с достоверным определенным процентом вероятности поставить диагноз инфекционный эндокардит. Это пример ультразвукового исследования сердца не данной пациентке. К сожалению, в первый день, когда было проведено УЗИ сердца, сканы не сохранились. Но так выглядит большой перикардиальный выпад. Вот оно само сердце, правые отделы. Это стандартные профессиональные позиции. Вот это вокруг темное пространство – это все жидкость. Это из другой позиции четырехкамерный, также жидкость, признаки качающегося сердца, признаки коллапса правых отделов, правого предсердия. Таким образом, выставляется пациентке следующий диагноз – острый первичный инфекционный эндокардит метрального клапана высокой степени активности, осложненный острым эксудативным перикардитом большого объема с высоким риском тампонады сердца. Соответственно, у пациентки имеется сердечная недостаточность по типу отека легких и имеются эмболические осложнения, такие как инсульт. Также у нас еще смущает тонкая настороженность, потому что при проведении УЗИ печени имеются очаговые образования, при проведении дуплексного сканирования сосудов шеи были обнаружены увеличенные и измененные лимфатические узлы в области шеи. Пациентке было рекомендовано лечение продолжить в условиях отделения реанимации интенсивной терапии, продолжить ИВЛ и, соответственно, рассмотреть возможность лечебно-диагностической пункции перикарда с целью предупреждения развития тампонады сердца. Ну и назначена эмпирическая комбинированная антибактериальная терапия. И был вызван на консультацию врач-клинический фармаколог с целью коррекции антибактериальной терапии и с учетом возможностей стационара. Пациентка была транспортирована через 2 часа от проведения УЗИ сердца в котла Пангара в отделение рентгенхирургии на операционный стол, где наши коллеги эвакуировали 310 мл геморрагической жидкости. Также была оставлена и налажена вакуум-аспирация с минимальным разряжением для того, чтобы посмотреть, сколько еще жидкости может натечь. Ну, там еще около 50 мл натекло и все больше. Клинический фармаколог посмотрел в этот же день и скоррегировал нам антибактериальную терапию. Таким образом, у нас с вами имеется тяжелый диагноз у пациентки коморбидный с огромным количеством сопутствующей патологии. И, конечно же, у всех пациентов с эндокардитом должен рассматриваться мультидисциплинарный подход к лечению и диагностике данных пациентов. Должна сформироваться команда эндокардита в больших стационарах крупных, где имеется в том числе круглосуточная кардиохирургическая помощь, где специалисты должны друг другу помогать, консультировать, смотреть пациента вместе, подбирать максимально эффективную помощь и обследование для данных пациентов. В команду эндокардита входит врач-кардиолог, врач-сердечно-сузистый хирург, инфекционист, клинический фармаколог, бактериолог, невролог, клинический и врач функциональной диагностики. Данной пациентке, конечно же, мы должны были оценить прогноз на момент госпитализации. Соответственно, у него предикторы плохого прогноза были в достаточном количестве, такие как пожилой возраст, диабет, какое-то неуточненное онкологическое состояние, сердечные недостаточность, острое повреждение почек, ишемический инсульт, риск повторных эмболий за счет наличия большой вегетации, тяжелые митральные недостаточности, признаки легочной гипертензии. И таким образом пациентка по всем показаниям должна была быть переведена в специализированный центр с возможностью 24-часовым контролем врача-кардиохирурга с целью рассмотрения вопроса о возможности экстренного вмешательства. У нашей пациентки, учитывая эмболический синдром, развился инсульт. И мы должны рассмотреть возможности хирургического лечения в данном случае. У пациентки имеется сердечная недостаточность, можно сказать, что имеется неконтролируемая инфекция, высокий риск эмболии, поскольку уже имеется эмболия в головной мозг. У пациентки нет внутричерепного краизвилияния и инсульта с тяжелыми последствиями, потому что инсульт был достаточно легкий клинически, но имелась тяжелая сопутствующая патология. Поэтому, возможно, в данном случае нужно было рассматривать консервативное лечение, соответственно, мониторинг и повторные консультации при необходимости. Всем пациентам с инфекционным эндокардитом должна проводиться оценка переоперационного риска, потому что так или иначе практически все пациенты с инфекционным эндокардитом могут рассматриваться как потенциальные для оперативного вмешательства кардиохирургического. У данной пациентки риск составлял 32%. Это говорит о том, что в 32% вероятности после операции пациентка бы не выжила. Мы должны понимать, что принципы хирургического лечения должны рассматривать определенные сроки вмешательств. В некоторых случаях вмешательство должно быть экстренным, в некоторых срочным до 7 суток и в некоторых отсроченным. Все зависит от степени инфекционного процесса, от степени состояния пациента и наличия у него определенных осложнений. Получается, в эти же сутки пациент консультирован дистанционно с врачом-кардиохирургом Иркутской областной больницы. Было рекомендовано продолжить консервативное лечение, учитывая возраст, неоднократный ишемический инсульт, тяжесть неврологической симптоматики. И, соответственно, бригада решила, что пациент оперативному лечению нетолерантен. В динамике, получается, через сутки после пункции было просмотрено ультразвуковое исследование сердца, где после пункции положительная динамика выпада в перикардиальной полости не обнаружена, но вегетация также сохранялась со всеми признаками тяжелой нейтральной недостаточности. Тут уже ультразвуковое исследование было записано. И, соответственно, слева от вас мы видим B-режим, опекальная четырехкамерная позиция. Сверху два желудочка, снизу два предсердия. И вот это вот митральный клапан. В митральном клапане мы видим вегетацию на передней створке митрального клапана. Она до 2,5 см. Она пролоббирует то в левый желудочек, то в левое предсердие. Мы видим локальную кинетику миокарда левого желудочка. Она замечательная, хорошая, порядка 70%. Тут нарушение локальной сократимости по миокарду левого желудочка не выявлено. Имеется расширение полости левого предсердия, расширение коронарного синуса, который также говорит о тяжести недостаточности нейтральной. Справа от вас имеется также скан с данной позиции, но уже подключен цветовой доплеровский режим, по которому видна тяжелая митральная регургитация. Правое и левое предсердие заполняется практически полностью. И струя регургитации за счет вегетации эксцентрическая. Но мы не видим выпадов вокруг перикарда. То есть у нас перикардиальная пункция помогла, скажем так, понизить степень сердечной недостаточности. Полученный БАК-посев следует отметить, что у пациентов онкологического профиля риск бактериемии сепсиса в разы выше, чем у обычных людей, у которых не имеется онкологического заболевания. Была высеяна бактерия, которая не совсем характерна для инфекционного эндокардита. Это бацилла, но вид ее не был дифференцирован. Какая это именно бацилла? По некоторым данным, бацилла цереус – это редкая причина эндокардита, обычно связана с внутривенными предупреждениями наркотиков, ревматическими заболеваниями, сердцем искусственным клапаном и, самое главное, иммунодефицитом. Понятное дело, что у пациентки, у которой имеется уже метастатическое поражение печени, имеется в том числе иммунодефицитное состояние. Получается, на следующие сутки состояние стабильно тяжелое, без клинического ухудшения, жалоб активно не предъявляет, сознание у нее ясное, обращенная речь понимает, команды элементарные выполняет, но дыхание сохранялось аппаратное, ИВЛ, при этом она компенсирована на фоне искусственной вентиляции легких. В стационаре регионального суизового центра она провела три койка дня, и, соответственно, согласно мушутизации, пациентка предполагалась транспортация бригады скорой помощи в городскую больницу номер 3. К сожалению, в ходе транспортировки у нее возникла клиническая смерть. В машине скорой помощи начаты реанимационные мероприятия, которые были продолжены в приемном покое городской больницы номер 3. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия безуспешны, констатирована биологическая смерть больной. Таким образом, пациентка провела в стационаре третьей больницы очень мало времени, соответственно, ее тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где в ходе судебно-медицинской экспертизе мы получили расхождение диагнозов, что довольно-таки странно. Основным заболеванием был поставлен тромбоз передней сходящей артерии, острый инфаркт миокарда передней стенки. И, соответственно, нашелся очаг метастазов. Это аденокарцинома правого легкого с метастазами в печень. К сожалению, почему-то, непонятно по каким причинам, не фигурирует диагноз инфекционного эндокардита. Частота встречаемости кардиомболического инсульта, по некоторым данным, составляет до 40% среди всех ишемических инсультов. Из них около 6% случаев причиной является инфекционный эндокардит. Данный случай еще раз подтверждает важность ранней инструментальной диагностики – это УЗИ сосудов шеи головного мозга, УЗИ сердца у пациентов с соном ЭК, для определения подтипа инсульта и коррекции лечения дальнейшей тактики обследования. Достаточно редко инфекционный эндокардит может сопровождаться к судативным перикардитам как осложнение или как самостоятельный процесс, который в некоторых случаях может потребовать лечебной пункции перикарда и назначения нестероидно-противоспалительных препаратов. Огромную роль играет мультидисциплинарный подход в лечении пациентов с инфекционным эндокардитом. Имеется целесообразность формирования команды эндокардитов в стационарах с доступной 24 часа кардиохирургической помощью. Пациенты с осложненным инфекционным эндокардитом должны быть направлены как можно раньше для лечения в специализированный центр с круглосуточной доступной кардиохирургической помощью для того, чтобы вовремя ее оказать. У пациентов с размером вегетации более 10 мм, особенно в позиции в области митрального клапана, ранняя операция может рассматриваться для предотвращения церебральной эмболии. Огромную роль играет архивация данных, сохранение кинопетель ультразвуковых исследований для случаев, когда происходит расхождение клинического патологоанатомического диагноза. Еще раз подчеркивается важность присутствия лечащего врача на аутопсии с целью правильной диагностики постановки заключительного диагноза. К сожалению, учитывая весь случай, у нас ни врачи из ГБ-2, ни врачи из ГБ-3 не присутствовали, как я понимаю, на судебно-медицинской экспертизе. Поэтому клинического контроля диагноза заключительного, к сожалению, не было. Инфаркт миокарда развивается от 2 до 10% по разным данным пациентов с инфекционным эндокардитом и чаще в дебюте заболевания и чаще передней локализации и сопровождается высокой смертностью. Спасибо за внимание.